здравствуйте дорогие друзья как у вас дела как настроение сегодня у меня будет особенный рецепт это будет баранина томленная в собственном соку вот в таком глиняной посуде это рецепт который я когда-то попробовал в одном хорватском ресторане и честно вам скажу только из-за этого блюда мне пришлось я захотел поехать еще раз в этот же город в этот ресторан представляете насколько это было вкусное блюдо что человек поехал специально 500 600 километров чтобы попробовать это блюдо что нам для этого нам для этого нужно баранина на кости у меня сегодня вот такие вот шикарные кусочки люди которые понимают вместе я уверен на сто процентов уже подумали для чего можно было бы это использовать но не переживайте есть приготовлю такое блюдо что это мясо будет изумительно подходить так что нам надо овощи это помидоры перец это не острый вот острый чили перец чернослив петрушка укроп кинза картошка лук баклажан чеснок и специи вот я взял тимьян орегано кориандр черный перец а вы можете взять уже готовые вот смесь она называется итальянские травы или медитеранские они тоже подойдут идеально ну и конечно же какое-нибудь сухое вино вот у меня сегодня итальянской но это в принципе все что нам надо и нужно какая-то форма для запекания вот у меня у меня такая вот шикарная глиняная форма и мы будем готовить и посмотрим как у нас получится для начала я начну чистить овощи это как чистить вы я думаю знаете поэтому я это не буду вам показывать ну что друзья овощи я почистил вино открыл сейчас попробую ваше здоровье итак начинаем с лука в принципе нарезать можете как хотите я вот такими кубиками и сразу отправляю нашу форму первым идет лук дорогие друзья кто смотрел мои все рецепты наверное заметили что у нас появилась новая кухня и по этому поводу я решил приготовить что-нибудь исключительно вот это блюдо для меня исключительно потому что я говорю не не каждый человек или не из-за каждого какого-то рецепта что человек захочет поехать опять в другую страну чтобы попробовать это блюдо лук заставил немножко поплакать но я с ним справиться теперь берем нашу зелень хвостики мне не нужны обязательно вот я забыл вам сказать что 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 в этом блюде обязательный ингредиент так это кинза и барана вот это обязательно значит нашу зелень отправляем на лук красота получается уже уже хочется кушать и теперь кладем наши красивые это просто чудо люди которые разбираются в мясе они со мной будут согласны на сто процентов вот такие кусочки мясо это просто чудо у меня наверно все поместится сюда вот так теперь я посолю поперчу добавлю все мои спицы на мясо потом Перец. Калиандр. Ну и я добавлю вот эти итальянские травы. Здесь уже и орегано, и тимьян, и, я думаю, еще другие. Аромат изумительный. Старайтесь прижать, чтобы у нас еще было место, у нас еще должны пойти овощи сюда. Итак, берем баклажан. Баранина с баклажаном, это тоже такой у них, когда они вместе, такой очень приятный вкус. И хочу сказать, вот кто не любит баранину, вы попробуйте, когда ее кто-то очень хорошо приготовит. Когда вы свое мнение измените. Потому что я знаю очень многих людей, которые когда-то кто-то напугал, что там запах или что. Для меня это мясо номер один. Это, конечно, баранин. Потому что, ну, и зависит от того, кто как ее приготовил. Так, теперь у нас картошка. Значит, смотрите, это у нас все будет где-то полтора часа готовиться. Делайте такие кусочки, чтобы и не развалилось, и не остались сыры. Вот, значит, картошка у нас готова. Берем помидорки черри. Можно целиком, но мне кажется, чтобы они свой вкус еще лучше отдали ей напополам. За форму не переживайте, она все потом, когда будет тушиться, сядет. Поэтому я сейчас сделаю так с горкой, а потом увидите, откройте, и она пошла, и она будет уже в самый раз. Так, вот так черри. Чернослив. Это, кстати, тот чернослив, что я делал с беконом. Меня спрашивали, как мне пришла в голову идея сделать чернослив с беконом на гриле. И, если честно, я даже не вспомнил, откуда. Я просто помню, когда я это делал. Я это делал, когда сдавал экзамен по моей профессии. Я тут в Германии. По профессии я мясник, поэтому мне очень нравится с мясом заниматься. И мне повезло всем, что мое любимое занятие – это еще и моя работа. И вот на экзамене я делал презентацию вот таких чернослив с беконом. И это было очень вкусно. Теперь добавляем чеснок. Добавляем чеснок. Чеснок. Что у нас осталось? У нас остался… Вот этот не острый, поэтому я его… Могу побольше добавить. Могу побольше добавить. Представляете, какого уровня это блюдо получится. Поэтому, дорогие мои, если вам это будет понравиться и вы поставите много лайков, то при ближайшей возможности я поеду в этот ресторан в Хорватию и покажу вам, где я этот рецепт увидел. И откуда он у меня в копилке. Теперь. Вот этот в чили. Я семечки почистил, чтобы не сильно острый был. Друзья, все, что мне надо было, я сюда нарезал, положил. Теперь мне надо еще сверху посолить. И все специи тоже добавлю. И теперь. И теперь. Вина. Ну сколько вина? Я думаю, где-то 150. Вон так. Вина теперь на это все. Закрываем. Ставим нашу полночку. И включаем на 170 градусов. Я думаю, полтора-два часа. Через полтора часа я открою, посмотрю. Ну, там должно картошка приготовиться, а по картошке будем определять. Мясо, я думаю, молодой должно быть готово. Давайте, встречаемся через полтора часа. Полтора часа прошло. Сейчас я достану, посмотрим, как оно все выглядит. Проверяем картошку. Картошка у меня готова. Смотрите, сколько получилось сока. Мясо, красота, запах, аромат, изумительный. Один только этот бульон, чего стоит. Ну и попробуем наше мясо. Мясо, вы сами видите, этому мясу много не надо. Молодое, вкусное, очень, очень вкусный рецепт. Особенно, вот я говорю, вот эти овощи в этом соке, это самые вкусные. Поэтому пробуйте, готовьте. Надеюсь, вам понравится. Спасибо за просмотр. Всего хорошего.